Здравствуйте, дорогие! В репертуаре Димаша Кудайбергена есть всеми нами незабываемая, богатая яркими красками, звуками, эмоциями песня «Знай», которая имеет особое значение в наших головах, сердцах, душах. Сегодня мы поговорим и о песне, и о клипе, и о смысле, который несёт это музыкальное произведение. Начнём мы с комментария Дарьи Серовой под видео «Знай» в Ютюбе. Кстати, просмотр этого видео составил уже полтора миллиона. Она отметила следующее. Попробую предположить. Душа Димаша — философское мироощущение. Его душа полна любви, но осмысленной. Его ум постоянно работает, анализирует и складирует понятое. Отчего душа становится ещё богаче? Это богатство его души, видимо, перекликается с задумками режиссёра. Мы присоединяемся к её словам и хотели бы ещё добавить своё. Мы глубоко потрясены этим клипом и порой пересматриваем его несколько раз, потому что глубокое философское понимание этого клипа не приходит сразу. К тому же мастера своего дела — Алан Бадуев, который донёс до нас свой видео-вариант понимания содержания этого музыкального произведения. Непревзойдённый Димаш, который изложил зрителям свою музыкальную интерпретацию содержания этого произведения. Два великолепных маэстро — Игорь Крутой и Михаил Гуцериев, в ноты и слова которых вложили своё душевное состояние, мироощущение и миропонимание, происходящего вокруг и в нас самих, дали свой результат. И какой результат? Этим гениальным творческим союзом был создан такой шедевр, который взбудоражил у многих людей ощущения сокровенного, характеризующего внутренний мир человека, связанного с философскими понятиями «Инь» и «Ян», с любовью, с жизнью, с космосом, с благополучием в жизни мирской и вечной. А вот ещё один комментарий к Орлыгашу Мурзакуловой. Шедевральная композиция под впечатлением. Магия Димаша от его голоса уносит в космос. До сих пор в голове играет мелодия и мелизма Димаша. Глубокий смысл, песни хорошо передали танцоры, эмоции зашкаливали. А какой пейзаж, водопад, радуга, небо и берег. Очень глубокий посыл клипа, даёт пищу для размышления. Каждый раз видишь новый смысл и подмечаешь новые ощущения. Низкий поклон всем людям, кто был причастен к этому шедевру. Низкий поклон и благодарность. Это музыкальное произведение воспринимает людьми как что-то новое, какой-то новый рубеж в репертуаре Димаша. Здесь мы и заметили в непревзойдённом мастерстве Димаша новые нюансы подачи музыкального материала. И мы почувствовали новые, неизвестные нам доселе эмоции, которые передал нам Димаш и которые охватили нас полностью и молниеносно. Напомню вам, что дата премьеры клипа была 1 октября 2019 года. А сама невероятная космическая музыка Димаша, как всегда, не оставила нам шансов не быть потрясёнными. Впрочем, мы говорили с вами об этом в наших предыдущих видео. Ссылку вы видите сейчас. И кто бы ни был, индонезиец или казах, китаец или американец, в культуре, в искусстве стёрты все границы, национальные, возрастные, религиозные или какие бы то ни было ещё. Все одинаково наслаждаются музыкальными произведениями и волшебным, непревзойдённым исполнением их Димаша. И огромную часть Дирс составляют китайские поклонники, ещё со времён участия Димаша на конкурсе Singer 2017. Эта часть фанатов Димаша по-своему, по-особенному интерпретирует музыкальное произведение «Знай». Дорогие друзья, сегодняшнюю нашу передачу мы должны были начать со слов благодарности Eurasian Fan Club за инициативу создания такой полномасштабной статьи об отзывах китайской части Дирс на песню «Знай». И хочется сказать наше большое спасибо за великолепный перевод с китайского на русский Оксане Ивановой, которая, на наш взгляд, безукоризненно перевела и смогла донести до нас всю глубину чувств и мыслей китайских Дирс. Как всегда, из передачи в передачу мы просим подписаться вас, дорогие, чтобы вы всегда были не только зрителями, но и полномасштабными участниками общения и дискуссий, видео на нашем канале. И ещё мы просим не забывать нажать на колокольчик, чтобы ни в коем случае не смогли пропустить бы наши последующие видео, а также могли распространять наше видео, нашу информацию вашим друзьям, знакомым и близким, и всем тем, кто близок по духу к нам, к сообществу огромной многочисленной фан-базы Димаша Кудайбергена, молодого певца из Казахстана, популярность которого растёт уже не на миллионы, а на миллиарды. Дорогие, мы сегодня озвучим лишь только один комментарий китайских Дирс, нам он показался наиболее интересным. Этот музыкальный видеоклип создал мир, в котором всё слилось в единое целое. Режиссёр не поддался искушению использовать готовые шаблоны, существующие в огромном количестве и разнообразии. Он решил построить новый мир, находящийся вне времени, пространства и истории. Саму песню можно сравнивать с отдельно стоящей горой. Стоя на её вершине, люди смогут прикоснуться к луне, солнцу и звёздам и одновременно заглянуть в глубокую пропасть. По контрасту с двумя версиями, исполняемыми вживую на московских концертах, которые позволяют слушателям перенестись в волшебную страну, эта версия, записанная в студии, очевидно, сосредоточена на человеке из плоти и крови, и на том, как человечество достигает божественности. Любовь, нестареющая тема, раскрытая Димашем в стольких песнях, пережила возвращение к простоте, чистоте и далёкой древности, которые ведут к единому целому, к знанию. Это единое целое рассматривается как исходная точка, с которой началось размножение человека. Как считали китайские древние философы, инь и янь – два противоположных принципа в природе – женский, пассивный и отрицательный, и мужской, активный и положительный – являются источниками жизни. И знай, на мой взгляд, даёт замечательную трактовку слияния инь и янь, с которого начинается жизнь человека. Гениальный режиссёр Алан Бадоев показал противоположность между закрытостью и открытостью через драматический контраст между закрытой пещерой и макрокосмосом, Вселенной. Эта противоположность уже была замечена многими в видео «Любовь уставших лебедей». Этот контраст, с моей точки зрения, является метафорой для двух противоположных сторон любви – плоти и духа. Одна сторона может взаимодействовать с другой или даже сливаться с ней, как показано в сцене, где мужчина и женщина смотрят на сияющее солнце из тёмной пещеры. И Димаш, как певец, определённо сыграл роль Бога в «Знай». Он вне всей этой истории, он сторонний наблюдатель, единственный судья в этом мире фантазий. Он родился, когда возникает этот мир. На самом деле он – весь мир. В целом, знай, любовь интерпретируется в совершенно новой форме. Пара сердец, притягивающих друг друга, взмывающих друг к другу, подобно двум языкам пламени, бегущих навстречу друг другу. Тогда, наконец, рождается дитя плоти и духа. Китайцы склонны описывать эту связь между ними как «разумный носорог». Выражение. В твоём сердце есть разумный, интеллигентный носорог. Для китайца означает, что кто-то настолько умён, что может напрямую общаться с небом. Потому что рог носорога, в отличие от рогов других животных, направлен прямо в небо. То есть у такого человека есть прямая связь с космосом, вертикальная фигура женщины, стоящей на плечах мужчины. Это есть выстраивание отношений с космосом, стремление вверх. От всего сердца благодарю Алана Батоева за то, что он максимально использовал голос Димаша в своей работе. Всё, дорогие, мы озвучили один из комментариев китайских дирс. Мы думаем, он дал возможность глубже заглянуть в смысл и содержание видеоклипа «Знай». Как всегда, мне не хочется прощаться с вами. Мне не хотелось бы останавливать на этом нашу передачу. Но я вынуждена это сделать, чтобы опять в будущем вернуться к вам, но уже с новым, другим материалом. До свидания, дорогие. До новых встреч. Всех крепко обнимаю. В надежде, что когда-нибудь увижу вас на концертах Димаша Кудайбергена, великого певца, открывающего новую эпоху в современной культуре, жизни, музыке, философии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова